Гость. На Кавказе гость считается лицом самым уважаемым. Вот, подумал я, жить бы так и жить. Ты ничего не делаешь, а за тобой все ухаживают. Неужели, спросил я Люля, каждого гостя везде на Кавказе принимают с почетом? — Каждого гостя, — ответил Люль, — на всем Кавказе принимают с большим почетом. — И сколько времени он так может гостить? — Три сутки, — ответил Люль. — Гость может гостить. — Разве только трое суток, — удивился я. А как же быть с гостем, если ему после трех суток захочется еще сколько-нибудь пожить? — После три сутки. Гость должен объяснить, зачем он пришел. — И когда объяснит? — Когда объяснит, то, конечно, еще можно жить. — Долго ли? Если у хозяина есть время ухаживать, гость может жить сколько захочется. — А если времени нет? — Тогда извини, пожалуйста. — Так и говорят гостю прямо, извините. — Прямо гостю этого нельзя говорить. У всякого хозяина для гостя есть свои слова. Если я не могу за гостем больше ухаживать, то рано утром иду в конюшню и хорошо кормлю коня моего гостя, и хорошо его чищу. После того бужу гостя и хорошо его угощаю. Ставлю все — шашлык, буза, чехирь, айран. Когда гость бывает сыт, он понимает. Никакого нет праздника, а я так его угостил. Значит, надо уезжать. Гость встает, благодарит меня и отправляется в конюшню. — Хорошо, — сказал я. — Если гость поймет, а если он наестся и опять ляжет спать, что тогда делать? — Пускай спит. А когда проснется, я возьму его за руку и поведу в свой сад. Птичка прилетает в мой сад и улетает. Когда птичка прилетает, я показываю на нее гостю и говорю, смотри, вот птичка прилетела. А когда птичка улетает, я говорю, смотри, птичка улетела. Сучок после птички качается, гость смотрит. А я говорю, птичка знает время, когда ей прилететь и когда улететь. А человек этого часто не знает. Почему человек не знает? После этого всякий гость прощается и уходит за конем в конюшню.